Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы события в студии Лариса Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Более 200 спасенных жизней. Сызранец спас пассажиров рейса уральских авиалиний. Когда крыша течет, а управляющая компания бездействует, жители 16-го дома по улице Свободы обратились с жалобами главе города. Для тех, кому за 50, в Самаре людям предпенсионного возраста дают возможность получить новую профессию. Более 200 спасенных жизней. Сызранец Дамир Юсупов спас пассажиров, удачно посадив самолет в кукурузном поле после отказа двигателя. Лайнер А321 уральских авиалиний, направлявшийся из Жуковского в Симферополь, совершил жесткую посадку через 15 минут после взлета. По данным Росавиации, причиной возгорания двигателя стало столкновение самолета при взлете со стаи чаек. Известно, что пилот Дамир Юсупов, который смог посадить самолет с неработавшим двигателем и убранным шасси, долгое время жил в Самарской области. Перед тем, как стать пилотом, он работал юристом. Но мечты о небе взяли верх. В самолете, которым управлял Юсупов, было 233 человека. Все остались живы. Дорогостоящая аппаратура для спасения жизни теперь на вооружении врачей-кардиодиспансера. Министр регионального Минздрава проверил работу нового оборудования. Анатолий Головко пообщался со специалистами, которым предстоит лечить пациентов при помощи современных технологий. Операционные и скрининговые кабинеты Самарского кардиологического диспансера оборудовали по последнему слову техники. Теперь врачи могут использовать самые новые достижения науки в области медицины на благо пациентов всех возрастов. В лечебном учреждении появились современные наркозно-дыхательные и ультразвуковые аппараты, а также ангиографический комплекс. Оборудование приобрели на деньги областной казны. Работу жизненно необходимых приборов проверил министр здравоохранения Михаил Ратманов. Мы надеемся, что данное оборудование позволит сохранить жизнь как наших старших, так и наших маленьких пациентов. По словам специалистов, новейший наркозно-дыхательный аппарат Персеус не имеет аналогов по Волжье. Самарские врачи используют его с начала июля 2019 года. За это время медики выполнили 29 оперативных вмешательств. В том числе провели 28 операций у детей с врожденными пороками сердца, еще одну для взрослого пациента. Стоит отметить, что средства для приобретения медицинского оборудования поступают не только из областного бюджета. Часть денег выделяют из территориального фонда обязательного медицинского страхования. Вообще в 2018 году было приобретено 49 единиц медицинского оборудования на сумму 56 миллион. В этом году это уже сумма порядка 100 миллионов. Современный ангиографический комплекс – настоящая находка для кардиохирургов. Он обладает системой защиты от облучения и позволяет снизить нагрузку как на пациента, так и на медицинский персонал больницы. На сегодняшний день выполнено больше 150 операций на этом аппарате. Порядка 70% – это пациенты с острым коронарным синдромом, которым требуется экстренная медицинская помощь. Напомним, что новое медицинское оборудование в самарских больницах появляется благодаря национальному проекту здравоохранения. Одним из его важнейших направлений является борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, пристальное внимание уделяют развитию детской медицины. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Крики, погоня и торжество закона. Самарец Александр Поляков во время вечерней прогулки задержал преступника. Подробности случившегося выяснил наш корреспондент. Женщина кричала «помогите». Невнятно все это. Я подбежал. Она вся окровавленная была. Для Александра Полякова это была обычная вечерняя прогулка с собакой. Но стоило ему выйти из подъезда, как он услышал женские крики. Александр кинулся на помощь. Оказалось, что в подъезде соседнего дома избили и ограбили женщину. Александр убедился, что ей уже ничего не угрожает. И побежал за преступником, который попытался скрыться. Шла я домой с работы вдоль подъездов. Возле подъездов никого не было. Что-то сзади ширкало. Но я даже внимания на это не обращал. Открыла домофон, повернулась. Мужчина прошел вперед, смотря на окна. Я что-то подумала, что он, может быть, хочет в окно постучаться. Или зашла. И прям внезапный удар сзади был. Грабителю не пришлось долго бегать. У Александра Полякова хорошая физическая подготовка. Он занимается смешанными видами спорта. В итоге преступник спрятался за гаражи, где его и нашел Александр. Особого сопротивления не было. Злоумышленник оказался в шоке. Парень вызвал полицейских, которым и сдал грабителя. Сам Александр вполне прозаично относится к своему поступку. Я как-то отнесся к этому. Ну, надо помочь. Дальше я ни о чем не думал. Просто задержать надо было, и все. Задержанным оказался 32-летний житель Кеннельского района, ранее неоднократно судимый за наркотики. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый арестован. Преступнику теперь грозит до 7 лет тюрьмы. Ну, а Александр Поляков продолжает заниматься спортом, чтобы в будущем, возможно, помочь кому-то еще. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События. ЖКХ «Арт» убрать, аварийные деревья спилить. Глава Самары Елена Лапушкина проинспектировала дворы Октябрьского района. Сейчас их ремонтируют по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Когда местные жители смогут оценить результаты ремонта, расскажет Анатолий Головко. Остались последние штрихи. Рабочие заканчивают благоустраивать дворы в Октябрьском районе Самары. В этом убедилась и глава города Елена Лапушкина. Она пообщалась с местными жителями и выслушала их замечания по каждому объекту. Двор на Новосадовой 275 отремонтировали на 40%. Здесь должны обустроить проезды, парковки для автомобилей, детские площадки, тротуары, зеленые газоны и установить малые архитектурные формы. Больше всего жителей этого двора беспокоят трубы, по которым уходит вода. Горожане считают, что после обильных осадков и таяния снега фасады домов будет подтапливать. Можно трубу перенести, куда люди просят. Пока не доделать. Конечно нужно. Ну перенесите. А вы куда хотите ее поставить? Вон туда, вот я насколько поняла, туда. Ну куда-то дальше, но не подожди, чтобы это гнило в будущем. Двор на Карла Маркса 181 уже привели в порядок. Дело осталось за малым. Спилить аварийные деревья, оборудовать детскую площадку и убрать так называемый ЖКХ-арт. Вычурные резиновые покрышки, которые красуются на газонах. Подрядчик, который ремонтирует двор на Гая, справился с работой на 75%. Для любителей активного отдыха сделают волейбольную и футбольную площадки. Для автомобилистов широкий проезд и просторную парковку. Тем не менее, горожане высказали свои замечания главе по поводу аварийной лестницы. Эта лестница является настоящим препятствием для жителей дома по улице Гая. Ступеньки давно пришли в негодность, теперь рила отсутствует. Мэр Самары Елена Лапушкина пообещала решить проблему в ближайшее время. Нет, лестница меняется 100%. Ребята, ищите варианты какие, но лестницу меняется. Напомним, рабочие, которые благоустраивают дворы во всех районах Самары, должны сдать объекты к началу осени. За это время им предстоит устранить все замечания и недочеты. Власти города и местные жители держат вопрос на особом контроле. Анатолий Головко, Максим Гусев, События. Вмешательство главы города потребовалось и в проблемном вопросе жителей 16-го дома по улице Свободы. После зимы крыша здания начала протекать. Люди добиваются ремонта полгода. Управляющая компания на просьбы не реагирует. Как планируют решать вопрос, выяснила наша съемочная группа. Ну здесь течет постоянно, а у соседей течет постельная на кухне. Дождь с потолка в квартире идет регулярно, рассказывает главе города Татьяна Чех. Ее квартиру на пятом этаже регулярно проливает после того, как зимой почистили крышу. За весь сезон коммунальщики сделали это всего один раз. Но настолько неудачно, что кровля теперь напоминает решето. Теперь дождливое лето каждую неделю подбрасывает людям новые неприятности. Четвертый подъезд, жалобы были, мы писали везде, звонили. Дожди были очень сильные и протекает именно пятый этаж. Проблемы в доме 60-х годов постройки и с подвалом. Система канализации давно требует ремонта. Неоднократно жильцы обращались с жалобами в управляющую компанию. Но реакции не последовало. Тогда написали заявление в прокуратуру и в районную администрацию. Жильцы рассказали о происходящем и главе города в твиттере. После чего дело сдвинулось с мертвой точки. К ремонту подвала уже приступили. Сроки, когда вы закончите эту работу? Седьмой, восьмой подъезд будут закончены на этой неделе. На этой неделе заканчивается. Вот как оттуда мы идем, это можно увидеть. Ремонтом кровли должен заняться фонд капитального ремонта. Но не все жильцы исправно платили взносы. Среди них есть нуждающиеся семьи. Глава города поручила районной администрации составить список должников и по возможности оказать помощь. Своей стороны, я же понимаю, что эти люди, если у них нет куда заплатить, они не заплатят. И чем мы можем помочь? Мы этим людям поможем. Но тем, кто действительно может рассчитывать на нашу помощь. Это многодетные, это пенсионеры. Завершат ли к концу недели ремонт в подвале дома, проверит районная администрация вместе с жителями. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Еще один долгострой в Самарской области скоро будет введен в эксплуатацию. Жильцы 256-го дома по улице Садовая ждали этого более 15 лет. На стройплощадке побывала мэри Елчан. Когда можно будет отпраздновать новоселье? Вопрос, который не дает покоя 84-м обманутым дольщикам. Достроить дом на Садовой 256 должны были еще в 2012 году. Изначально застройщиком была фирма МЖК «Астра». Она обанкротилась и стройка остановилась, не успев начаться. Дом включили в перечень проблемных объектов. Для того, чтобы решить проблему, Минстрой Самарской области провел конкурс, чтобы найти компанию, которая завершит строительство. Застройщиком выбрали «Юниверсстрой». Мы начали строительство полтора года назад, практически, да, так где-то, меньше двух лет назад. С нуля, с котлована. И вот на сегодня мы находимся с вами уже на крыше 17-этажного дома. В доме почти на 100% уже готова котельная, проложенная канализация и водопровод. Сейчас ведутся отделочные работы, монтаж электрики и вентиляции. Ежедневно на стройплощадке работают порядка 40 рабочих. Это объект в центральной части города, естественно, с проблемами изначально разрешительной документации. И, естественно, достраивать начатый объект тоже очень неблагодарная история для застройщика. Более 15 лет уже эта история. На сегодняшний день 84 дольщик удовлетворены либо предоставлением жилья в этом доме, либо предоставлением компенсаций. Дом запланирован на ввод в эксплуатацию в этом году. Еженедельно проводятся рабочие совещания с представителями застройщика, подрядной организации и госинспекцией строительного надзора. Для осуществления тех мер, необходимых для подключения коммуникаций, для создания комфортной среды, для благоустройства, для всего того, чтобы дом, согласно всем нормативам и согласно той проектной документации, был введен в эксплуатацию в этом году. До конца этого года от статуса проблемного должны избавиться 8 домов. Такую задачу поставил губернатор Дмитрий Азаров перед правительством Самарской области и главами муниципалитетов. В перспективе проблема долевых недостроев должна быть решена полностью. В начале июля главой региона был подписан закон о мерах господдержки участников долевого строительства, чьи права были нарушены. Он предусматривает расширенный перечень механизмов, которые могут применяться для оказания мер господдержки как дольщикам, так и застройщику и конкурсному управляющему, осуществляющему достройку проблемного объекта. Кроме того, документом закреплено отсутствие доплат с людей, полностью оплативших квартиру. Как пояснил министр строительства Самарской области Евгений Чудаев, весь этот комплекс мер должен помочь в решении проблем обманутых дольщиков. Сейчас ведется разработка всех необходимых подзаконных актов. Мэриил Чан, Максим Гусев, События. В Самаре завершается ремонт фасадов домов в районе Крымской площади. Сколько зданий обретут новое лицо и на какой стадии сейчас ремонт, расскажет наш корреспондент. Дом номер 8 на улице Урицкого выявленный памятник архитектуры и теперь входит в список культурного наследия Самары. Здание было построено в 1931 году. Елена Ситкина живет в этом доме уже 20 лет. Говорит, за это время ремонта здесь не было. Последние несколько лет начала сыпаться штукатурка с балконов, обветшала и кровля здания. Сейчас по программе капитального ремонта дом обновляют. Мы довольны нашему подрядчику, и ремонтники очень ответственные идут. Молодцы. Что мы просим, они выполнят. Один из наших, так сказать, шедевров – это Турицкого 8, около которого мы сейчас стоим. Фасад нам достался в грустном, плачевном состоянии. На данный момент мы производим реставрацию полностью всех стен снаружи, по наружке, со стороны дворов. Фасад утепляют и окрашивают в новый яркий цвет. Все работы ведутся по ГОСТу. Подрядчики используют самые современные материалы, на которые производитель дает гарантию до 50 лет. Фондом капитального ремонта осуществляется контроль за выполнением ремонтных работ. Фонд имеет службу строительного контроля в составе службы заказчиков. Соответственно, специалистами данной службы осуществляется не реже, чем раз в неделю выезд на каждый объект, на котором проводится работа. И осуществляется контроль как качества за материалами, так и качество за технологией в один направлении. Капитально отремонтируют до 1 сентября 29 фасадов и 19 крыш многоэтажек в районе Крымской площади. Всего в этом году в регионе обновят около тысячи многоквартирных домов. Мэри Илчан, Дмитрий Мешканцов, События. Летние каникулы с пользой для бюджета. В этом году в Самаре трудоустроили на 30% больше подростков, чем в прошлом. По муниципальным и областным программам работают более 3000 человек. С юными работниками пообщалась Елена Малютина. Алина, сегодня тебе, как всегда, такое же задание. Сегодня ты у меня раскладываешь в витрине, оправляешь в витрине в зале. Пожалуйста, приступай. Летние каникулы Алина Латыпова проводит с пользой для семейного бюджета. Работает на почте по 5 часов в день. Рассказывает, дома сидеть без дела скучно. Здесь можно получить драгоценный опыт, новые знакомства. Такая практика помогает и определиться с будущей профессией. Я раньше не знала, как это хранится, как это вообще работает. Это помогает, потому что ты сразу понимаешь, кем ты хочешь работать, кем ты не хочешь работать. Хочешь ли ты быть почтальоном или все-таки хочешь больше как-то связать тебя с офисной работой. Помощник специалиста, садовника, вожатого, подсобный рабочий, уборщик территорий. Для подростков подбирают несложную работу с учетом их пожеланий, которая не требует высокой профессиональной квалификации. За лето по муниципальным и областным программам трудоустроено более 3000 человек. Доволен и работодатель. Для него юные помощники – дополнительное подспорье. Я считаю, что это очень хорошо и для нас, потому что помощь все равно осуществляется. Трудоустроиться можно с 14 лет. В молодежном центре Самарский учитывают все пожелания подростков. Всегда соблюдают главные требования. Работа должна быть рядом с домом, четкий график, количество отработанных часов не должно превышать нормы. Для каждого возраста она своя. Например, в 14 можно трудиться только 4 часа в день, в 15 – 5, а от 16 до 18 лет – 7. В этом году количество трудоустроенных ребят выросло на 30%. В целом по городу мы трудоустраиваем более чем 100 предприятий. Каждая организация определяется наставник, который непосредственно работает с ребятами. В осенне-зимний период также планируют трудоустройство подростков в свободное от учебы время. Но для этого нужно в обязательном порядке принести заверенное расписание с места учебы. Елена Малютина, Максим Гусев, События. Для тех, кому за 50, в Самаре людям предпенсионного возраста дают возможность получить новую профессию. Пекарь, повар, закройщик, 27 специализаций на выбор. Каждую можно обучиться за три месяца. Елена Малютина побывала на вручении свидетельств первого выпуска учащихся по профессии парикмахер. Ирина Бухинская много лет работала бухгалтером-экономистом, но всю жизнь хотела стать парикмахером. И вот теперь, когда пенсия на горизонте, решила наконец осуществить мечту. Объявление на двери колледжа о том, что идет набор на бесплатное обучение парикмахерскому искусству, помогло кардинально изменить жизнь. Проект, я считаю, очень замечательный, потому что, знаете, вот на возрасте уже предпенсионном узнать что-то новое, прожив полвека в жизни и узнавая новые, как говорится, новые прически, новые технологии, я считаю, что это очень интересно. Мне это заинтересовало. Люди, которые наступают предпенсионный возраст, они, наверное, немножко в растерянности. Я считаю, что мне лично повезло, потому что я приобрела новую профессию абсолютно бесплатно. Я думаю, что там своих внучек вообще всегда хочется. Ну, я теперь очень много навыков делаю. То есть я могу, знаю, вернее, я могу себе красивую грамотную прическу сделать, там деткам что-то там посоветовать. В Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна парикмахерскому делу обучились более 40 человек предпенсионного возраста. Занятия проходили в две смены. Расписание составляли с учетом пожеланий слушателей. По окончанию курса студенты доказали свои знания на демонстрационном экзамене. В предпенсионном возрасте очень часто люди задумываются о том, что есть необходимость реализовать какие-то юношеские мечты. Если кто-то раньше мечтал быть парикмахером, то сейчас у них предоставилась такая возможность за счет средств федерального бюджета. Только лучшие техникумы и колледжи имеют право на переквалификацию людей предпенсионного возраста. В Самарской области таких 15. Свой профессионализм они доказали в марте на конкурсе, который прошел благодаря соглашению Министерства образования и науки Самарской области с Союзом агентства развития сообществ и рабочих кадров молодые профессионалы WorldSkills. С группой работали сертифицированные эксперты, которые утверждены Академией WorldSkills. Все, что мы делаем, это жесткие, четкие правила. Это нелегкая, но ответственная работа, в которой мы и принимаем участие. Работа была и достаточно сложной, потому что они получили и навыки во время практических занятий, они получили очень много теоретического материала, но, мало того, они должны были подтвердить свои компетенции, которые ими приобретены во время демонстрационного экзамена. Поэтому сегодня, конечно, для них большой праздник. Пекарь-повар-закройщик 27 профессий на выбор. Курс длится три месяца. Обучают людей старшего возраста не только по нацпроекту «Демография», но и по проекту «Образование», которое входит в федеральную программу «Новые возможности для каждого». Освоившим новую профессию помогут и трудоустроиться. Во-первых, они будут владеть новой профессией. Во-вторых, они могут трудоустроиться. Сегодня мы познакомимся с одним из работодателей, который уже готов принять первых выпускников на рабочие места. На мой взгляд, это очень правильно, это своевременно и это эффективно. По региональному проекту «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование» до 2024 года планируют обучить около двух миллионов человек. Елена Малютина, Дмитрий Мишканцов. События. Сахарные пакетики тоже могут стать предметом коллекционирования. Житель Самары Олеси Корецкая собирает их уже более 10 лет. О необычном увлечении смотрите в нашем следующем сюжете. Ее зовут Олеся и она глюкофил. Так называют людей, которые коллекционируют пакеты с сахаром. Увлечение Олеси Корецкой началось неожиданно, когда девушка поехала волонтером в Вену. В кафе увидела необычный сахарный пакетик в форме губ. С тех пор из каждой поездки она привозит новые образцы для своей коллекции. Это как фотоальбом, только не с фотографиями, а это как бы мои воспоминания, которые я могу взять в руки и, посмотрев на них, о чем-то и поностальгировать. Франция, Казахстан, Прибалтика. Эти пакетики – личная географическая карта Олеси. Долгие годы о ее увлечении знали только родные. Стоило рассказать друзьям, и коллекция стала стремительно пополняться. Выяснилось, что есть целое сообщество людей, которые коллекционируют сладкие пакетики. Запомнились одни из последних из Азербайджана. Я почему-то, когда получила их в подарок, решила выложить пост в социальных сетях и признаться людям, что «а я глюкофил». И было удивительно, вообще приятно, что люди так реагируют, что «да ты что, ты собираешь сахар? Как интересно!» Сахар из Европы и Азии уже в коллекции Олеси. Теперь мечта – пополнить коллекцию пакетиками с американского материка. Лариса Шлафас, Семен Безгенов, Николай Сидоров. События. В Самарском зоопарке новые жильцы. Впервые за 15 лет у пары темных тигровых питонов появилось потомство. С новыми обитателями зоопарка познакомился Никита Борисов. Самый крупный змей зоопарка питониха по кличке Анфиса стала счастливым родителем. Сейчас ее малышу только полтора месяца, и он совсем маленький. Но через пять лет он станет большим, как его мама. Алисе Денисовой только 4 года, но змей она видит не в первый раз. И они ее совсем не пугают. По словам девочки, хвост у змеи прямо как у лошади, а кожа совсем не как у людей. Очень пушистая и красивая, очень красивая и пушистая. Самые крупные змеи Самарского зоопарка, питон Мурзик и его подружка Анфиса, стали родителями. На свет появился один питончик. Сейчас ему полтора месяца, и он уже питается грызунами. Также малыш родился у пары лучистых полозов. Работники зоопарка рассказывают, что самый важный момент именно в луплении. Бывает, что детеныши слабые, и им требуется поддержка со стороны. Но главное создать в террариуме определенную температуру и влажность. Инкубация у всех рептилий производится специализированных инкубаторов. Для того, чтобы была большая вероятность того, что потом выход потолстый. Я даже не знала, что они по 17 яйц откладывают. Я думала, там, ну, поменьше, либо одно, либо два. Но то, что они, оказывается, откладывают яйца, а потом их оплодотворяют, и потом вылупляется 17 и одно. Самарцы могут сами придумать имена питончику и малышу лучистого полоза. Сделать это можно в группе в соцсети Самарского зоопарка. Никита Борисов, Дмитрий Мешканцов, События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Хорошего настроения и отличных выходных. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»